С момента выхода последних дневников разработчиков прошло больше полугода. За это время калибр из альфы перешёл в стадию закрытого бета-тестирования. А затем, с 29 октября, стал доступен всем желающим в рамках ОБТ. Сейчас самое время вернуться к знакомому формату и рассказать, что происходило с игрой и что ждёт её в будущем. У нас так долго не было, потому что мы работали. Сам период, в который проходил ЗАБТ и ОБТ, он прежде всего от нас требовал много работы. ЗАБТ прошло успешно, было короче даже, чем мы ожидали, потому что мы не встретились ни с какими прям вау-серьёзными техническими проблемами, потому что мы ожидали, что у нас могут возникнуть какие-нибудь проблемы с серверными технологиями. Это значит уйти ещё на несколько месяцев на доработку. Но, слава богу, ничего такого не произошло. После ЗАБТ было практически сразу принято решение уходить в ОБТ, то бишь в открытый тест, когда мы без ограничений каких-либо приглашали людей. И здесь мы, конечно, полновались, потому что, ну, если посмотрите на индустрию в целом, то не так уж много игр выживают после объявления ОБТ. Калибру повезло, практически сразу мы получили те цифры, которые хотели получить. Ну, не то, чтобы мечтали, да, но рассчитывали, что они будут. Именно они случились. На данный момент в «Калибр» поиграло уже почти миллион игроков. Мы точно уверены, что мы нашли свою аудиторию, что десятки, а то и сотни тысяч игроков играют каждый день. Почти полмиллиона боёв, а выходные даже больше, играют людей в «Калибр». Это значит, что есть люди, для которых мы точно готовы развивать «Калибр», хотим развивать «Калибр». Над созданием игры работало порядка шестидесяти человек. По меркам современной игровой индустрии, это небольшая команда. Такой подход был оправдан, ведь начальные стадии разработки — это пора гипотез и экспериментов. Сейчас разработчики понимают, как будут развивать «Калибр». А значит, пришло время для расширения команды. Ведь разработка фри-ту-плей игры — процесс бесконечный. Активным игрокам постоянно нужны новые оперативники, карты и режимы. Задача разработчиков — всё это создать. Пару слов о том, что ждёт проект в 2020 году. Во-первых, мы хотим перейти на новую систему обновлений. Мы будем стараться каждое обновление, которое будет выходить в 2020 году, сделать небольшим событием для игроков. Понятно, что там не всё произойдёт сразу, мы тоже будем учиться развиваться, но, тем не менее, постараемся, чтобы каждое было событием. Это означает, что будут проходить ивенты, эти ивенты будут смысловыми, они будут увязаны вместе с выходом контента. В общем, я тут могу бесконечно рассказывать. Самое главное, что это не просто выпуск контента. 2020 год мы уже себе представляем, мы придумали целый план. Уже весной в «Калибре» стартует первый ивент. Это масштабное событие, в котором смогут поучаствовать все игроки. Оно будет разворачиваться в течение нескольких недель и предлагать более комплексные задачи, чем текущие недельные или ежедневные. А значит, и награда за выполнение будет весомей. Одновременно с этим игроков ждёт ещё один сюрприз. Естественно, это новые оперативники. Весна принесёт новое подразделение. Это будет подразделение, без которого игра про спецназ невозможна. Вот я сейчас его не назову вам, но когда произойдёт анонс, когда вы узнаете, какое это подразделение, я уверен, большая часть из вас скажет, да, это то, что должно было быть в «Калибре». Сейчас только скажу, что все, кто увлекается хоть немного историей спецподразделений, да и вообще много смотрел кино, вы это подразделение знаете. Оно и в играх тоже очень популярное, поэтому будет топчик. Мы прям уверены, что будет хорошо. Я надеюсь, что нам удастся это всё ещё и увязать вместе с ивентом, когда новые оперативники связаны по смыслу с картой, которую мы будем выпускать. Всё это вместе связано с теми заданиями, которые вы будете выполнять. И всё это уже весной, то есть всё это мы уже делаем. Соответственно, это будет очередной эксперимент для нас. И мне очень хочется, чтобы он понравился, потому что если он понравится, то мы уже в течение года сможем выпускать дальше такие вещи. Кстати, мы их сейчас внутри называем эпизоды. Эпизод подразумевает под собой, что в игре появляется какой-то новый контент. Здесь это может быть и карта, и оперативники, возможно, какие-то совсем принципиально новые локации. Весной также мы покажем новые режимы игры, над которыми работали. В этом месте мы не хотим делать никаких революций, мы хотим двигаться эволюционно. Это будет и один, как минимум, новый чисто PvP-режим. Тоже не готов про него рассказывать подробности, но я много раз читал, что вы о нём просили. То есть вы просили его добавить, соответственно, мы его добавляем. И мы продолжаем работу над PvP-режимом. В данный момент мы решаем разные нюансы, в том числе технические, потому что этот режим игры существенно более нагруженный, чем обычное PvE, и чем обычное PvP. В новом режиме игроки обеих команд будут соперничать не только друг с другом, но и столкнуться с силами третьей стороны — ботами. Оперативники, заточенные под PvP, и бойцы, которые лучше приспособлены к PvE, смогут органично дополнять друг друга в новых условиях. Вдобавок, в этом режиме можно будет одновременно выполнять задания как для PvP, так и для PvE. Игроки, пришедшие из других игр про стрельбу, постоянно просят нас, говорят, ну вот мне нравится этот поец, я играю за алмазом, мне всё очень нравится в PvP им играть, мне нравится его спецспособность, мне нравится его вооружение, мне нравится, как он играется, но нельзя ли мне новый пулемёт, новый прицел, там, в общем, что-то новое. Вот мы сидели, всё это время думали, как же удовлетворить такую потребность, о которой нам говорят, что вот хочу играть за алмаза, но хочу, тем не менее, что-то нового, но при этом за алмаза. Вроде как противоречие. Мне кажется, нам в голову пришла вполне здравая идея, которую можно, я буду разные слова пробовать использовать, давайте пока используем такое понятие, как рискин. С кином в игровой индустрии обычно называется полное изменение внешнего вида чего-либо. Просто бывает по-разному, можно что-то просто покрасить, и оно другого цвета, и такие камуфляжи сейчас в калибре есть. Но я сейчас говорю вообще не об этом, я говорю о полном изменении облика. Модель оперативника станет совершенно иной. При этом вооружение, спецсредства и основная способность останутся хорошо знакомыми. Оперативник сохранит узнаваемые черты, но визуально будет восприниматься совершенно по-новому, и вместе с этим боец получит полезные бонусы. То есть это тоже один из запросов игроков, который все время звучал, особенно от тех ребят, которые в игре платят реальные деньги, они все время говорят, ребят, сделайте что-нибудь, чтобы мы могли зарабатывать кредиты и опыт быстрее. Ну то есть нельзя ли что-то купить, ну типа премиум я купил, давай еще что-нибудь, чтобы это было еще быстрее. Вот опять же, одна из таких интересных идей, которая, я считаю, пришла к нам в голову, это совместить все это. То есть вы покупаете не только косметику, которая меняет внешний вид вашего оперативника, вы еще будете покупать вот эту опцию, возможность именно этим оперативникам, играя в боях, зарабатывать кредиты и опыт быстрее. Сейчас у разработчиков есть четкое видение калибра. А значит, ничто не препятствует тому, чтобы регулярно выпускать обновления, с учетом пожеланий игроков. 2020 год будет насыщенным, появится много нового контента, карты, оперативников, новые механики. Спасибо, что вы с нами и увидимся в бою. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok